В последние военные годы советское правительство большое внимание уделяло оборонной промышленности. Несмотря на то, что экономика страны была подорвана не так давно отгремевшей войной, денег для защиты страны не жалели. Различные конструкторские бюро трудились над проектированием новой боевой техники. Самолеты, корабли, артиллерия. Не оставались в стороне и бронетанковые войска. Коллективы танковых КБ активно работали над более совершенными боевыми машинами. Благодаря этому советские бронированные машины сохранили лидирующие позиции в мире. Средние танки Т-54 и Т-55, созданные на основе опыта Великой Отечественной, долгое время служили эталоном для зарубежных конструкторов. В 1946 году на вооружение советской армии был принят средний танк Т-54. Его разработали в Нижнем Тагиле, в КБ завода номер 183, под руководством главного конструктора Александра Морозова и начальника КБ-520 Николая Кучеренко. Это первая серийная версия боевой машины. Видите на башне обратные скосы? Они присутствовали на первых танках Т-54. Но, как показала практика, от них пришлось отказаться. Дело в том, что снаряд, попадавший в башню, рикошетил от скоса и отлетал вниз. Это могло привести к серьезным повреждениям крыши корпуса танка. Поэтому на следующих серийных машинах обратные скосы убрали. Средний танк Т-54, образца 1951 года. Боевая масса 36 тонн. Экипаж 4 человека. Оружие. Пушка Д-10Т калибра 100 мм. Два пулемета калибра 7,62 мм. И один пулемет калибра 12,7 мм. Мощность дизельного двигателя 520 л.с. Максимальная скорость 48 км в час. На тот момент времени Т-54 был передовой машиной по всем параметрам. Толщина лобовой брони в вашне достигала 200 мм. В совокупности с хорошей баллистической формой она обеспечивала надежную защиту. Неплохой была и защита корпуса. Толщина лобовой части составляла 100 мм. По сравнению с легендарным танком Второй мировой войны Т-34, бронирование этой машины увеличили более чем в два раза. При этом боевая масса Т-54 возросла всего на 4 тонны. В качестве силовой установки на танке был использован новый 12-цилиндровый дизель мощностью 520 л.с. Он обеспечивал боевой машине скорость по шоссе 48 км в час. Конечно, для танка важна не только максимальная скорость, но и проходимость. С этим показателем у Т-54 было все в порядке. Преодолеть лес? Пожалуйста. Пни от деревьев? Не проблема. Каменистая или болотистая местность тоже не были помехой. Требовалось только соблюдать определенные правила вождения боевой машины. Движение выполняется без резких поворотов, остановок и переключения передач. Преодоление заболоченного участка в составе подразделения выполняется по направлению следов впереди прошедшей машины, но без выхода на них. Нарушение правил приводит к срыву грунта, пробуксовке и застреванию. Еще одна важная составляющая танка – это его вооружение. На Т-54 установили нарезную танковую пушку Д-10Т калибра 100 мм. Достаточно грозное оружие по тем временам. Используя пушку в совокупности с телескопическим шарнирным прицелом, наводчик мог поражать цель на дальности до 6800 метров. Правда, стрельба сходу была затруднена. Дело в том, что при движении по местности корпус танка, а вместе с ним пушка и прицел, получают угловые колебания. Поэтому наблюдение за целью значительно ухудшается, а на временами уходит из поля зрения прицела. Для повышения эффективности огня сходу на танках Т-54 были установлены гироскопические стабилизаторы. В начале устанавливали стабилизаторы вооружения только в вертикальной плоскости СТП-1. В последующем были применены стабилизаторы в двух плоскостях наведения СТП-2. Кроме стабилизатора на пушке было установлено эжекционное устройство для продувки канала ствола после выстрела. Оно уменьшало количество пороховых газов, попадавших в боевое отделение после выстрела. Конечно, оружие Т-54 не ограничивалось, только пушка. На танке было установлено три пулемета. В башне, в корпусе и в зенитной установке на башне. Во время боевых действий серьезной преградой для движения танков являются минные поля. С 1951 года на лобовой броне корпуса Т-54 стали устанавливать специальные кронштейны. К ним прицепляли катковый минный трал. Двигаясь спереди танка, он наезжал на мины и подрывал их. Каждая секция выдерживала до 10 последовательных подрывов. При разработке танка большое внимание уделили и безопасности экипажа. Для быстрой ликвидации пожара внутри машины было установлено автоматическое противопожарное оборудование. О возникновении пожара механик-водитель автоматически получает сигнал. Получив сигнал, он нажимает кнопку системы противопожарного оборудования. Углекислота из баллонов, расположенных в боевом отделении, выходит через распылители. И пожар ликвидируется. В 50-х годах Советский Союз активно проводил испытания ядерного оружия. В ходе этих испытаний неоднократно проверяли воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на различные виды боевой техники, в том числе и на танки. Выяснилось, что Т-54 не полностью защищает экипаж от воздействия взрыва. Было принято решение модернизировать танк с учетом ведения боевых действий в условиях ядерной войны. Вначале эту работу поручили танковому КБ завода номер 75 под руководством главного конструктора Александра Морозова. Стоит отметить, что к тому времени в арсенале Харьковского конструкторского бюро уже имелись разработки, повышающие боевые и технические характеристики танка. Как говорится, им и карты в руки. Но спустя некоторое время эту работу вместе с новыми разработками передали танковому КБ завода номер 183 в Нижнем Тагиле. Там решили оформить ее не как модернизацию, а как создание нового танка. В результате на вооружение советской армии в 1958 году была принята новая боевая машина. Средний танк Т-55. Боевая масса 36 тонн. Экипаж 4 человека. Оружие – пушка Д-10Т-2С калибра 100 мм и два пулемета калибра 7,62 мм. Мощность дизельного двигателя 580 л.с. Максимальная скорость – 50 км в час. Внешне новый танк практически не отличался от своего предшественника. Все серьезные изменения скрывались внутри машины. В первую очередь, это система противоатомной защиты, или сокращенно ПАЗ. Работала она по следующему принципу. В случае ядерного взрыва радиометрический блок защиты мгновенно регистрировал поток гамма-излучения и выдавал сигнал на исполнительные механизмы. Они, в свою очередь, автоматически герметизировали корпус и башню, а также обесточивали основные цели питания и глушили двигатель. После прохождения фронта ударной волны экипаж запускал танк и продолжал выполнение боевой задачи. Еще одним новшеством стала установка термодымовой аппаратуры многократного действия для маскировки танка. Ее действие основывалось на впрыске дизельного топлива в выхлопные коллекторы. Под действием высокой температуры отработавших газов дизельное топливо испарялось. Пары топлива, смешиваясь с отработавшими газами, образовывали парогазовую смесь. При соприкосновении этой смеси с воздухом происходила конденсация и образование густого белого дыма. Раньше для маскировки использовались дымовые шашки, но у них был один существенный недостаток – одноразовое действие. Новая аппаратура позволяла ставить дымовую завесу многократно. Претерпела изменения и силовая установка танка Т-55. Модернизированный дизель имел мощность уже 580 лошадиных сил. Максимальная скорость возросла с 48 до 50 км в час. Благодаря своей простоте и надежности танки Т-54 и Т-55 получили распространение и за пределами нашей страны. Машины экспортировались в 39 государств. По некоторым оценкам, только в Советском Союзе этих танков построили свыше 33 тысяч. Также Т-54 и Т-55 производились по лицензии в Польше, Чехословакии и Китае. Несмотря на то, что эти боевые машины уже давно не выпускаются, в некоторых странах мира они до сих пор стоят на вооружении. Субтитры создавал DimaTorzok